Коллеги, добрый вечер. У нас с вами последние часы общения. И, наверное, попробую сделать не сильно скучно, хотя очень часто ассоциируют большие крупные компании со скучными докладами. Но сейчас проверим. Я хотела бы с вами поделиться тем опытом, который в компании «Газпромнефть» в направлении бизнес-анализа получен. Постараюсь уложиться в свои 15 минут и поговорить с вами на те вопросы, которые у вас возникнут. Сразу, наверное, сделаю небольшое объявление, чтобы вы понимали. Так или иначе, цель участия заказчика в подобном мероприятии – это поискать возможные кадры для совместной работы. Поэтому, слушайте, если кого-то интересует, слушайте внимательно. И, возможно, дальше мы с вами отдельно поговорим по возможным взаимодействиям. Это не секрет. Поэтому далее будут мои контакты в конце, и мы можем с вами обсудить. Начнем с того, что я начальник отдела бизнес-анализа в «Газпромнефти». Команда бизнес-анализа формировалась с 2013 года. Соответственно, о том, что мы делаем, как мы делаем, я немного расскажу. К сожалению, ту информацию, которую мне хочется вам рассказать, 20 минут не хватит. Поэтому постараюсь сделать небольшой фокус на некоторые вещи. Тема очень емкая – именно повышение эффективности компании с помощью бизнес-анализа ВТ. И я вам расскажу предысторию о том, как вообще рождалась сама идея бизнес-анализа «Газпромнефти». Здесь, чтобы вы понимали, мы все-таки не компания-разработчик. Мы внутренняя IT-служба, которая так или иначе тоже является сервисным подразделением и реализует те потребности в автоматизации, которые возникают внутри компании. Так вот, когда я пришла в 2013 году в компанию, я, хоть и уже работала немного аналитиком, не очень не понимала, зачем вообще, что мы вообще, зачем мы, почему придет разработчик и все сделает, какая разница. И попалась мне в книге, книга называлась «Аналитика как конкурентное преимущество». Это книга не про бизнес-анализ, как таковой, как его строить и так далее, а больше о том, что в компании аналитика, анализ данных, использование данных важно для построения конкурентного преимущества. И там был такой интересный пример о том, что есть авиакомпания, цель американская, небольшая, основная целевая аудитория, которой бизнес-люди. И они оказывают для нее, для этой аудитории услугу быстрого перелета с точки на точку в целях проведения переговоров в разных средах, в разных компаниях. Так вот, они себе ставили целью то, чтобы единственный KPI, который ослеживает генеральный директор, это был своевременный вылет самолета по расписанию. Любое отклонение от расписания сразу докладывалось до генерального директора. И вот именно вот эта мысль о том, что системы должны приносить пользу, оно, наверное, обусловило и конкурентное преимущество обусловило мое понимание и мою позицию по выстраиванию бизнес-анализа в «Газпромнефте». Сейчас будут два развлекательных слайда. Их для развлечения вставила моя сотрудница. Как мы все воспринимаем нефтегаз? Нефтегаз – это такие матерые мужчины на скважинах, вокруг нефть, цемент, все что угодно. И много очень разных технологического оборудования и так далее. Тем не менее, что мы IT в «Газпромнефте» делаем? Я сейчас покажу один пример. Это очень крупный для нас проект. Это центр сопровождения бурения. Это то, что, наверное, наши достижения, одно из наших достижений, которые мы делаем. Чтобы вы понимали, крупные проекты, наверное, в основном у нас в «Газпромнефте» – это стоимость, наверное, проектов от, давайте скажем так, в среднем 30-50 миллионов рублей. К счастью, не долларов, может быть, к несчастью. Процессы, что вы понимали, процессов в компании, с которыми мы работаем, блок разведка и добыча, их 21, 21 третьего уровня. То есть это даже не уровень операций. Это все, что входит в наш объем, в объем бизнес-анализа. У нас много крупных проектов подобным центром сопровождения, так и управление ледовой обстановкой, управление крупными проектами. И эти все проекты, они очень сопряжены с инфраструктурой, с оснащением компьютерами, датчиками и, соответственно, разработкой софта. Все это помогает нам в достижении нашего конкурентного преимущества. Так вот, связь, соответственно, моей мысли в 2013 году и подобного рода решений, она дает ту идею, которую я закладываю в развитии бизнес-анализа. Банальные вещи, но именно исходя из этой призмы, строится вся функция, ее задачи и методы, которые мы используем. Это то, что все IT-решения, без исключения, должны приносить пользу, должны давать конкурентные преимущества и, соответственно, создавать ценность. Исходя из этого, приходит в голову такая мысль, а с помощью чего бизнес-аналитик должен достигать этого, через какие, наверное, идеи. В первую очередь мы должны с вами понимать, какую проблему мы решаем. Почему, в чем отличается, как я понимаю, большинство коллег, которые здесь сидят, все-таки находятся на стороне исполнителя. Вот когда аналитик на стороне заказчика, и то, что мы от вас ожидаем, как от разработчиков, это то, что вы все-таки погружались, не просто делали system-driven подход, использовали, а все-таки value-driven. Это то, что мы внутри себя позиционируем, и мы ожидаем кооперацию и партнерство с разработчиком именно по этой части. Поэтому хотелось бы, чтобы мы все разбирались, какую проблему мы решаем. Четко делали постановку задачи для следующих участников проектов. Искали именно эффективные работы для решаемой задачи, решения для решаемой задачи. Умели обеспечивать достижение той цели, которую мы выше обозначили раньше. И посредством того решения, которое мы с вами прорабатываем. И это, соответственно, вот эти тезисы, они обуславливают то, что мы делаем в компании «Газпромнефть» как позиционирование бизнес-анализа. Но мы молодая дисциплина в компании. Все-таки нам сейчас уже, конечно, 4 года, но очень плотно мы этим занимаемся, наверное, не так сильно. И мы, как все, в принципе, эти подразделения, очень фокусировались на эти решения. И пропускали такие вещи, как, и пропускаем в некоторых моментах до сих пор, как поиск зон неэффективности. То есть наша задача не просто, чтобы бизнес к нам пришел и сказал, что он хочет IT-решение, а чтобы мы были проактивными в данном случае, искали зоны неэффективности и выходили с вариантами решения. Вот это тот фокус, который мы внутри в компании делаем для функции бизнес-анализа. Далее еще есть такой элемент, который тоже сейчас не очень реализован с точки зрения методических подходов инструментов. Это обеспечение в процессе и после реализации достижения бизнес-цели. Что мы для этого делаем? Я, наверное, еще постараюсь не сильно детально вам рассказывать. Вот для того, чтобы выстроить функцию внутри, все-таки мы фокусируемся на бизнес-анализ, не на системный анализ. Потому что в компании около 90 корпоративных решений и около 400, включая корпоративных, локальных. Они достаточно все большие, масштабные. Соответственно, мы не можем собрать группу аналитиков, которые будут хорошо знать систему одну. То есть это либо группа систем, больше у нас по знанию систем все-таки работает архитектура. Соответственно, сегодня мы с вами пройдем зону цель. Потому как, наверное, очень часто бизнес-анализ работает на проектах. Ну, либо на запросах изменениях, либо тикетах. По-разному может объем задач строиться. Соответственно, в проектах мы научились как-то писать функциональные требования. Даже научились хорошо. У нас большая команда. Дальше я вам покажу. Тем не менее, мы не научились и нас пока не пускают глубоко в бизнес-процессии. Поэтому мы решили зайти туда самостоятельно. Сейчас я вам расскажу, как. Это было не очень легко. Тем не менее, может быть, даже кому-то интересно. И третья часть, которая интересна для нас, и мы ее будем выстраивать и выстраиваем в этом году, это анализ эффективности решений. То есть насколько текущие разработанные решения все еще достигают цели. Насколько это ценно для компании и приносит это конкурентное преимущество. Итак, мы все-таки, как многие докладчики рассказывают, мы все-таки постараемся перейти от фокуса систем-дривен к value-дривен. Систем-дривен в данном случае для меня, чтобы вы понимали, были в одной терминологии. Это когда аналитик получает требования на вход о том, что должна делать система. То, как обычно бизнес нам, аналитикам, и вообще всей программе ставит цель. Такую-то функцию, такую-то кнопку, кнопку такого-то цвета и так далее. И переходим на разряд value-дривен. Что мы для этого сделали? Предисловие небольшое такое скажу. Это очень сложная была тема. Бизнес, наверное, в принципе, на внутренних IT-службах, как и на внешнюю, реагирует одинаково. Вы ничего не понимаете в наших процессах, вы делаете плохо, вы делаете долго, что вы от нас хотите, зачем мы вас наняли, если вы сами ничего не можете. И это обусловлено… Было ряд конфликтов, связанных с тем, что бизнес ожидал от нас, что мы сделаем что-то быстро, еще желательно без их вовлечения. Было очень много рода обвинений в IT, в классические, наверное. Поэтому мы решили, опять же, пойти на таким… Благо у нас компания бюрократизирована, и мы можем использовать административные рычаги для того, чтобы вовлечь сторону бизнеса в value-дривен IT-решения. Итак, как мы вовлекали бизнес? У нас есть такая роль – единое ответственное лицо. Это со стороны заказчика выделенный сотрудник, который отвечает перед ним за реализацию того или иного программного обеспечения. Мы говорим, коллеги, теперь, так как на вход поступает инициатив от 100 штук в годовом планировании, поступает инициатив на реализацию этих решений около 100 штук в среднем. Соответственно, так как ресурса никогда не будет хватать, мы делаем определенное ранжирование. И мы говорим, коллеги, а теперь с этого года, это было в 2015 году начало внедрения, с этого года вы обосновываете, зачем вам нужны эти инвестиции. И появился такой термин «бизнес-эффект». Это, по сути, я бы сказала, это просто KPI, только выражено именно в том, что изменится в бизнесе после того, как внедрится IT-решение. И здесь это было самое сложное. Обычно говорили, сократятся трудозатраты, экономисты говорили, кого мы сократим после этого. И бизнесу было очень тяжело в эту тему погружаться. Были выделены аналитики к помощи им. И второй элемент, который мы ввели, это, а как мы достигаем. То есть, да, мы дали решение, но нам нужно обеспечить, чтобы эффект был получен. А эффект может быть получен, когда системы пользуются. Так вот, для того, чтобы проверить, а пользуются ли и соответствует ли это процессу, который мы автоматизируем, мы довели четыре категории в блоке востребованности. Это активность пользователей, это интенсивность использования системы с точки зрения процесса, насколько он должен выполняться. И наполняемый системы данными, и в качестве данных. На наш взгляд это как раз обеспечит, если это соблюдается, это должно привести к эффекту. Если эффект был определен верно, и решение было сделано корректно. Понятно, что тут много есть следа. Соответственно, защитой занимается ЮОЛ перед генеральным заказчиком с нашей поддержкой. Для того, чтобы… Попробую здесь кратко, хочу дальше перейти к вам. У нас waterfall, самый, наверное, очевидный для крупных проектов и для компании «Газпромнефть» на данный момент. Может быть, мы когда-то будем более гибкими. У нас есть четыре точки, которые мы используем как мониторинг бизнес-эффекта. Первое – это постановка задачи, что это, к чему мы хотим стремиться. На этапе выбор мы уточняем эффект, потому как в процессе подготовки функциональных требований выбора платформы бизнес, возможно, подумал, что он хочет сделать что-то иное. Поэтому при принятии инвестиционного решения, при выделении денег на конкретную разработку, реализацию, идет еще раз повторный пересчет, конкретно уже в показателях бизнес-планов, в показателях денег, если они там присутствуют, те эффекты, которые мы хотим достичь. Чтобы вы понимали, что такое эффект. Эффект может быть у нас как денежный, так и неденежный. Как изменение процесса по скорости, так и именно результативность процесса. То есть в данном случае, например, повышение добычи. Если система конкретно воздействует на эту область, либо это может быть увеличение скорости проходки бура по нефтеносному пласту. Извините за терминологию такую. Соответственно, дальше мы на этапе завершения смотрим, насколько параметры востребованности с этапа ОП до этапа завершения, насколько они подтвердили те показатели, которые мы зафиксировали на выбор. То есть на выборе мы уже фиксируем конкретно, что это будет, что мы точно будем отслеживать. На завершении у нас есть возможность еще раз пересмотреть целевые значения, проверить, убедиться, что мы верно сделаем. И дальше уже взять на себя обязательства и это исполнить. На этапе эксплуатации через год мы уже мониторим, это еще для нас являются рамками проекта, через год мы мониторим, что мы получили целевые, как по параметры востребованности, так и по бизнес-эффектам. Соответственно, для того, чтобы это вынужденная мера, для того, чтобы бизнес все-таки делал все качественно, погружался и выделял нам своего времени, примерно 20% рабочего времени, мы поняли, что без этого мы не можем делать нормальные проекты. У нас было все просто введено в карту, мотивационную карту. Мы на три года конкретному единому ответственному в лицу вменили показатели бизнес-эффектов в параметры востребованности. Здесь есть одно но, я его кратко скажу. Одно но заключается в том, что когда ты кому-то вменяешь проектные показатели, типа сроки, бюджеты, объемы, то при планировании это сразу начинает увеличиваться для того, чтобы, не дай бог, не выйти за эту границу. Поэтому систему сбалансированных показателей здесь нужно еще подкрутить. Так вот, основная идея здесь, на этом слайде, это в том, что вот в этой точке идет передача эффекта из проекта в бизнес-процесс. То есть здесь уже владельцем этого эффекта является бизнес. И уже команда реализации ответственности уже здесь не несет. То есть останется здесь единому ответственному лицу обеспечить достижение этих показателей. Наша команда андолитика в данном случае помогает рассчитывать фактические значения. Пять минут осталось, я еще все не рассказала. Кратко постараюсь рассказать про то, как мы погружаемся в бизнес-процессе. Это второй элемент в процессах. Бизнес-процесс в данном случае мы говорим о вот этой части. О поиске целей, поиске проблемных зон, поиске пути оптимизации. На самом деле очень сложно погружаться в процессы, когда ты не знаешь предметной области. Но есть инструментарий, и именно этот инструментарий, аналитик высокого уровня с точки зрения, наверное, своих профессиональных компетенций может использовать и зайти, по сути, на любую предметику. Конечно, хорошо, если он вышел из нефтянки, и тут ему вдруг стала интересная айтишная часть. Так вот, у нас есть проект цифрового месторождения. Именно на нем нам удалось провести это обследование, очень легко пройти по процессам. Мы использовали инструменты бережливого производства, определяли границы, определяли зоны улучшения, рассчитывали бизнес-кейсы вплоть до экономики, оценивали, сколько нужно датчиков поставить и так далее, для того, чтобы достичь эти цели. Целью этого вплоть до было снижение электропотребления, либо оптимальный режим насосов, для того, чтобы они не сгорали, добыча не останавливалась, ну и так далее. Что еще? Все? Еще есть у меня время? Соответственно, когда развитие бизнес-анализ «Газпромнефти», опять же, к сожалению, не смогу вам детально рассказать, но чтобы вы понимали основные параметры. С 2013 года по 2017 год у нас проекты увеличиваются достаточно серьезно. В год добавляется примерно по 13 проектов, примерно 13-15, при этом на вход заявок поступает, как я говорила, около сотни. Соответственно, в какой-то момент, в 2015 году, мы почувствовали дефицит ресурсов, очень сильный дефицит, с учетом того, что мы стали увеличивать объемы работ. То есть мы сначала начинали с описания только бизнес-требований, дальше мы занимались сбором портфеля, чтобы вы понимали, это тоже у нас делает бизнес-анализ, оценка эффективности наших решений и так далее. И в 2015 году мы заткнулись в ресурсах, все, ну в конце 2014. Соответственно, что мы сделали? Конечно, у нас немножко подрос ресурс внутренний. Далее у нас есть наше дочернее общество, стопроцентное ТСК, где у нас увеличилось с одного аналитика до 15. Чтобы вы понимали, это аналитики, которые работают и нам просто на портфеле, и на цифровом месторождении. То есть это достаточно обширная поляна проектов. И в 2015 году мы сделали такие договора рамочные с тремя внешним подрядчиками. Очень много говорили про аутсорс. Как раз это схема аутсорса, но здесь немножко чуть-чуть другое. У нас непосредственные представители подрядчика работают вплотную с заказчиком. У нас нет прослойки. То есть мы их представляем как своих сотрудников. Конечно, все знают, что это не наши чистые сотрудники. Тем не менее, очень достаточно, на мой взгляд, эффективные взаимодействия. Мы, соответственно, покрываем всей нашей потребностью в ресурсах. И при этом, если вдруг проекты кончаются, они, к сожалению или к счастью, не кончаются. Поэтому в данном случае мы вот этой последней, средней вот этой выгодой не пользуемся. Но далее нам уже нужно переходить к следующей схеме, потому что все-таки это очень трудоемко и администрировать не очень легко в компании внешних подрядчиков. Поэтому, думаю, не пойти ли нам на партнерство и начать вместе, совместно с компаниями заниматься развитием персонала. Это могут быть те компании, у которых уже есть курсы по развитию бизнес-аналитиков. Это те компании, которые могут строить методологию и управлять знаниями. То есть комплексно. То есть не только у нас пока это, к сожалению, не развито. Последнюю мысль, которую я донесу, это во всем свете цифровой трансформации, о которой говорили, чтобы вы понимали, это еще ничего не сделано. Это то, как я вижу, зачем вообще мы должны будем существовать позже. Чуть-чуть, буквально, пару месяцев, годов, пару годов. Все-таки бизнес-анализ войти как game changer. То есть это поиск новых моделей. Покажу, что я хотела сделать ссылку на Uber, Facebook, Alibaba, на все, что вам уже говорили. И если мы сможем вырастить и найти инструменты, чтобы, возможно, нужно в текущей ситуации экономической менять, а что будет за модель, то вот мне бы хотелось, чтобы это тот бизнес-анализ, который в компании внутри строится, чтобы это был именно он. Он, кто проводник этого всего. Это может быть как внутри компании, так может быть и внутри процесса. Когда я показывала это нашим корпоративным СМИ, они сказали, а вот тут вопрос, который не пробурило ни одну скважину, но, к сожалению или к счастью, уже так не получится. Не буду дальше рассказывать. Это то, как я вижу как раз развитие. И для того, чтобы эти новые бизнес-анализации модели строить, нам нужен новый скилл людей. В частности, очень плотно нужна предметика. Это тяжело, потому что я не строю иллюзию о том, что аналитики IT вряд ли могут знать так хорошо предметику, как ее знает бизнес. Ну, 25 лет, 10 лет опыта и так далее. Все. Успела? Вопросов нет? Спасибо. Спасибо, Кристина. Здравствуйте, Кристина. Я ваша коллега из Омска, из ИТСК Омского подразделения. Не осталось равнодушно совершенно к вашему выступлению. Все отлично, замечательно. Какой меня вопрос интересует. В нашем подразделении в Омске мы, аналитики, позиционируем себя больше как системные аналитики. Я еще не все захватила. Да. И выслушав ваш доклад, у меня возник такой вопрос. Считаете ли вы, что бизнес-анализ – это какой-то рост для системного аналитика? Или это просто параллельные два направления? И тут можно подружиться, и, например, в подразделении, чтобы работали и те, и другие? Я думаю, это немножко разные. То есть они все равно должны работать вместе, потому что аналитик бизнес, аналитик, он не знает системы. Он может хорошо понять задачу, но ему нужно, чтобы кто-то помог сказать, а если в системах возможность решить эту задачу сейчас уже готовую, и вот настолько глубоко этих 25 человек погрузить в системную специфику, наверное, вряд ли. Поэтому это все равно связка должна быть. В данном случае нам эту услугу оказывает архитектура, потому что плотно нас с вами еще не знакомили, и надо будет как раз познакомиться отдельно. Познакомиться. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Кристина. У вас презентация уже...